Привет всем! 8 месяцев назад мы переехали из Латвии в Болгарию на постоянное проживание. А почему в Турции не остались? Вот решила подробно вам рассказать. Благодаря вашей же активности вы сейчас смотрите это видео. В один прекрасный зимний день 22-го года была метель с утра, и мне было лень очень чистить машину. Я пошла, психанула и пошла с ребенком на больничный, не поехала на работу. К тому времени те, кто из Прибалтики, поймут меня. Совершенно нечего было смотреть по телевизору, погода была ужасная. Ну, конечно, гуляли с ребенком, но недолго это были эти прогулки. Все остальное время приходилось сидеть дома, потому что на машине тоже не особо куда-то хотелось ехать по такой погоде. И я пошла смотреть плотненько ютубчик. Спасибо ему за это большое, за то, что он есть вообще, этот ютуб с этими блогерами. Хотелось позитива. Я всегда смотрю только позитивные вещи. И вот наткнулась на трех блогеров, которых стала смотреть. Это были Мёдовы, две семьи из Эстонии, которые переехали жить в Турцию. Все эти три блогера из Турции. Я посмотрела все, наверное, их выпуски на тот момент, которые были. Большое спасибо вам, ребята, за то, что вы так позитивно обо всем рассказываете. Я стала смотреть квартиры, которые продаются. Стала изучать информацию по недвижимости вообще. И случайно наткнулась на объявление, которое меня заинтересовало сильно. И тут же как раз я посмотрела ролик Сергея Терентьева, что они тоже у этого же агентства недвижимости покупали квартиру. Это такое совпадение было интересное. В общем, я решила, что все, это уже гарант надежности. И стала с ними переписываться, поняла, что все реально. Тогда еще можно было продать квартиру в Латвии. И стала шевелиться. Быстро-быстро сняла на Airbnb квартиру. Причем не в Алании, а в Мерсине. Потому что я понимала, что то, что могли себе позволить ребята из Эстонии, мы не могли себе позволить. И я решила именно пожить той жизнью, которой бы я жила, если бы купила квартиру, которую могла бы себе позволить в Турции. Поймите меня правильно. Я сняла, ну, не совсем не самое дешевое жилье, но из этой серии. То есть вот в городе, где рядом море. Потому что я знала, что с машиной наверняка не получится долго там жить. Там машины очень дорогие. И ее, если ты приезжаешь на своей машине, там максимум два года, по-моему, ты можешь на ней ездить. Там меняется все очень часто. В общем, ладно. Одну из причин я вам назвала, почему мы там не остались. Но все равно меня на тот момент еще это сильно не пугало. Думаю, ой, ну и что? Купим там машину, значит, другую. Законы там просто супер вообще. Просто каждую неделю, каждую неделю что-нибудь новое они нам придумывают. Ну, что это такое? Ну, не знаю. Да, в Европе тоже у нас тут часто меняются законы, но мне кажется, не так кардинально. Попроще в любом случае, потому что там нужно каждый год в любом случае продлевать этот и комет. Дадут, не дадут, непонятно. Плюс уезжать надо. Потому что я знаю точно, что из Эстонии ребята гоняют часто в Эстонию, либо за пределы Турции им надо выезжать. Телефон полгода попользовался, будь любезен, купи другой. Ну, именно вот ты приехал со своим телефоном из своей страны, и там какое-то время ты можешь пользоваться, но потом ты не можешь им пользоваться, его блокируют. Ты должен либо заплатить за него там каких-то, по-моему, 150-150 до 300 евро, если я не ошибаюсь, либо покупать, ну, себе в Турции именно телефон. Здесь мы пользуемся спокойно латвийскими телефонами и даже латвийскими номерами некоторые члены нашей семьи пользуются. Ну, меня, то есть, как вы поняли, вообще ничто не могу остановить. И, в общем-то, мы поехали всей семьей. Поехали именно на машине, потому что, ну, мы ехали на 12 дней, потому что я понимала, что квартиру выбрать не так легко и не так быстро это все. И кучу вещей надо было с собой брать, поэтому мы не полетели самолетом, а поехали на машине. Это очень важный момент. Была, ну, довольно тяжелая дорога, об этом борцам тоже я рассказываю в самом начале своего блога в самые-самые первые видео. В общем, когда мы приехали, было первое разочарование, что те фотографии, которые... Вот она тоже, вот она, Турция. Те фотографии, которые были на Airbnb размещены, они никоим образом не соответствовали той квартире, которую нам показали. Вообще, первая квартира, которую нам показали, это была жесть. Я сказала, что с детьми я тут не буду оставаться. И он тогда стал... Этот весь дом, который, вот вы видите на фотографии, он принадлежит весь этому человеку. И он тогда нам стал показывать другие квартиры, и с каждым его показом квартира становилась лучше и лучше. В общем, я его дожала. Взяли мы более-менее сносную квартиру все-таки у него, остались в ней. Он был... Он очень хорошо к нам относился. Вот этого у турков не отнять. Они очень сильно умеют расположить к себе человека именно своим поведением. И он там такой прям все наши пожелания выполнял. Все, чего нам не хватало, он приносил. И, ну, в общем-то, мы были довольны в общем и целом. Позвонила я в это агентство еще раз. Она, да-да-да, давайте увидимся. И тут она, когда поняла, что мы уже приехали, что мы уже здесь, уже в Турции, она резко стала меня продавливать на сумму, которая превышала мой бюджет, по-моему, на 17 тысяч. Она вот стала так... Ой, так все подорожало. То есть я буквально с ней разговаривала два дня назад, ничего не подорожало. Тут вдруг за два дня вот так вот резко. Напоминаю, это был март 22-го года. Я не поддалась, так сказать, на ее эти цифры. И сказала, что, ну, покажите то, что есть у вас все-таки на наш бюджет. Потому что я понимала, что нам нужны будут деньги на оформление документов, на обустройство там и так далее. Она сказала, хорошо, я вам позвоню. В общем, нам за 12 дней она не позвонила. Не то, чтобы я сильно ждала. Первые два дня, конечно, я сильно ждала. Даже ей писала, что да, мы хотим тут остаться и все. Но я так поняла, что не было у нее интереса к нам, поскольку мы не согласились увеличить бюджет предполагаемый. И все. Может быть, у нее в этот момент были какие-то более... Скорее всего так и было. Более важные клиенты, у которых все получалось по деньгам. Я человек самостоятельный. Я стала там знакомиться, опять же, в этой Турции с людьми, спрашивать что-то, как мы гуляли, нам очень все нравилось. Турция вообще совершенно потрясающая страна. Именно вот на первый взгляд. То есть когда ты езжаешь туда на машине через эти огромные горы, через эти красивые широкие дороги, качественные. Это все настолько захватывает. Настолько вот ты видишь город издалека, он очень красивый. Причем в любое время суток. Даже, наверное, ночью, когда ты подъезжаешь к городу. Ну, это вообще красота неописуемая. Все, что вы видите на экране во время этого рассказа, это все мы снимали сами во время нашего приезда в Турцию. И я такая, ой, как здесь здорово. И там мы поселились в Янишихире. Это район Мерсина. Мне он понравился тем, что там все есть абсолютно для жизни. Я имею в виду школы, поликлиники и так далее. И в этом районе абсолютно шикарная набережная. Она длинная, она огромная. И даже есть парочка пляжей. Пляжи не очень, правда, но это... Ладно, в общем, была очень классная, крутая набережная. Плюс, ну, сам вот район такой довольно-таки симпатичный. Вот. Много гуляли. На набережную мы вообще, по-моему, каждый день ходили, мне кажется. И потом уже я поняла, что мне она надоест в итоге, потому что больше ходить особо некуда. Там лунопарк был, мы катались. Там детям очень нравилось в Турции. Очень классно всем было. Ну, знаете, такая страна праздник. Вот абсолютно приезжаешь и вот прям наслаждаешься всем. И люди, конечно, улыбаются. Конечно, я очень быстро почувствовала, что улыбки такие... Они всем адресованы, они такие общие. Ну, вот мы такие вот улыбчивые. Все. Вот все, что означают их улыбки. Мне показалось, что улыбку человека, который родился и вырос в Болгарии, нужно заслужить. Ну, будет просто так тебе вот улыбаться. Но если он улыбается, то улыбка настолько настоящая, настолько теплая. В глазах можно прочитать даже причину этой улыбки. Либо он тебя этой улыбкой хочет подбодрить, либо успокоить, либо просто сказать, да все будет хорошо. Это стоит дорогого. Честно, то, что со мной происходит здесь, в Болгарии, ну, я очень этому рада. И я вижу даже в себе изменения. У меня изменились жизненные ценности. И, ну, это настолько прекрасно, открывать какую-то страну и открывать вместе с этой страной новое что-то в себе. Большое спасибо Болгарии за это. Вернемся к рассуждениям о Турц. Еще одно разочарование ждало нас в том, что в магазинах, в которые вот там в Винишехире расположены, хочу сказать, Мерсин, это не считался на тот момент туристический город. И там не должны были быть высокие цены. Но, тем не менее, мы не видели, чтобы по продуктам сильно все дешевле выходило. И на базарах тоже там не были дешевые фрукты, овощи. Как-то, я не знаю, с чем это связано, но ничего там такого мега дешевого, как рассказывали в видео ребята, мы не видели лично. Не очень понятно мне, почему вот в Турции мы смогли найти такое кафе, где мы взяли, поели очень вкусно в центре Мерсина, там около набережной это было. И не одно это кафе было единственное. Но мы вот вкусно наедались. Там 12 евро это был потолок нашего счета. Вообще за всех четверых. В Болгарии такого, конечно, нет. Как правило, 25 евро где-то на всех. Это как минимум, это минимальный чек. И еще один плюс у Турции, по крайней мере, на тот момент так было. Я не знаю, как сейчас, но в Турции дешевле, конечно, вода и электричество. Было на тот момент. В общем, стали изучать город. Второе разочарование, это я поняла, что я за рулем там смогла бы ездить, но это была бы работа, а не это было бы наслаждение, как у меня обычно происходит. Трудно очень там водить машину, несмотря на то, что широкие, большие, классные дороги. Ну и трафик тоже там, будь здоров. Потом в самом городе, вот именно в центре Мерсина, даже было пару раз, что нам нужно было в определенную локацию, мы приезжали, не находили, где поставить машину, все забито абсолютно. И уезжали, как бы катались, смотрели, изучали, гуляли. Приезжали обратно, там через пару часов, ну окей, можно встать, можно найти одно место. То есть, ну, сами понимаете, что это за жизнь. Потом мы как-то идем-идем, тоже там тротуары вот эти узкие, да, в самом городе. И, ну, сделай ты аптеки, вот распредели их по городу, чтобы человек, находясь в любой части города, мог зайти в аптеку. Так нет, у них все аптеки собраны в одном месте, и зачем-то там они вот все находятся. То есть, тебе нужно приехать в определенную локацию, чтобы найти аптеку. То же самое с обменом валюты. У них нет определенных обменников, нужно обращаться в лавку, которая торгует золотом, и там менять деньги. И, опять же, тоже эти лавки, они не распределены по всему городу. Они вот как-то в одном месте. Для меня это было очень странно. Кругом очень много собак. Да, они спокойные, им жарко, они привитые, чипированные, но они огромные. И они спят вот в тех местах, где им удобно. И когда я увидела, что мой ребенок, ему 24 года было, как-то мы стояли там, любовались на очередную красоту, и он назад что-то сделал пару шагов, и чуть бы, вот я его вовремя остановила, он чуть бы не наступил собаке, спящей на лапу. Как вы думаете, что бы было, если бы он ей наступил на лапу, вот спящей собаке? То есть, для меня это вот такие вещи, это все мелочи, я понимаю, но, знаете, когда есть опасность для детей, такая неприкрытая абсолютно, и это везде, эти собаки, чтобы вы понимали, они везде мусор, они очень странно вывозят. Это вообще, вот если сравнивать даже Болгарию и Турцию, скажем, в Болгарии намного все круче придумано. То есть, тут в городах ездят хорошие мусороуборочные машины, новые, красивые, ну, по крайней мере, в Несебре у нас. И мусорники спрятаны, я как-нибудь сниму, если поймаю, покажу вам, мусорники сами, они спрятаны под землей. Наверху над землей только баки, это все сделано тоже, опять же, из-за чаек. И наверху, получается, только баки такие маленькие, металлические, а весь мусор уходит под землю. И потом машина вот эта подъезжает и вытаскивает, в общем, это все и меняет. А в Турции вообще они стали париться, они там как убирали вот этот мусор век назад, так до сих пор убирают. То есть, ездят такие, как рикши, только вместо кабины для людей у них там вот привязаны огромные грязные такие квадратные какие-то мешки. И вот эти ездят ребята, мусорщики, собирают, вот туда вот рихают эти мусорники. В общем, это так ужасно выглядит. Зачастую эти люди берут с собой детей, может быть, потому что не с кем оставить, или детям нравится, или это они им помогают. И эти дети прямо сидят вот на этих тележках, и все это дело едет в перемешку с машинами, которые на сумасшедшей скорости там гоняют. В общем, для меня это все дико. Это вот просто красота и уродство, честно, вот рядом. Потом мы стояли как-то на светофоре неоднократно, там подбегает к нам. То есть ты стоишь в машине, тебе деваться некуда, ждешь, пока сгорится зеленый, и ты вместе со всем потоком поедешь дальше. Подбегает человек, который на улице попрошайничает. Но у него такая черная борода, он сам такой тоже весь заросший, волосатый, начинает колотить по машине и требовать, чтобы ему дали денег. И когда Сашка ему там дал какую-то копейку, на ней было цифра 2, я не знаю, что это он ему там дал, 2 евро или 2 лиры, я не помню, но дал какую-то копейку, он там такими посыпал на нас этими проклятиями, что мы ему не дали, значит, нормально денег, а дали тут какие-то копейки. И, короче говоря, ну, это был ужас. Ужасно было, и, в общем, когда загорелся зеленый, я такая, все, поехали, поехали скорее. И каждый раз он на этом светофоре, то есть он там работает, понимаете. Он подбегает к машинам, от него откупаются, и это происходит каждый день, полиция его оттуда не выгоняет. Я вообще, ну, я не понимаю такого. Потом там мы видели людей, которые целыми семьями выходят на дороги на большие, где постоянно пробки, и продают там, например, хлеб или цветы. То есть вот едет такая пробка плотная, медленно, там, я не знаю, километров 10 в час, и вот семья с детьми там бегают по этой пробке, прям по всему потоку машин и предлагают там у них что-то купить. В общем, видно по населению, что выживать не так-то легко в этом городе. И потом Турция учит вот этим двойным стандартам по неволе. То есть ты, с одной стороны, улыбаешься, ходишь тоже, да, ну, потому что тебе улыбаются ты не можешь. Я сама себя ловила часто на том, что это непроизвольно происходит, твоя улыбка. Но в то же время ты смотришь за тем, чтобы тебя нигде не обманули, не накололи и так далее. То есть они такие хитренькие очень. Потом везде вот эта необходимость торговаться. То есть ты ходишь по рынку, ты понимаешь... А, кстати, очень классно, там можно одежда, обувь, сумки, это все без вопроса. Наверное, ни в одной стране так дешево больше нельзя купить, не сильно я где-то бывала, да. Вот это классно, это мне понравилось. Но вот все на контрастах абсолютно. И все дома, вот эти все районы, все комплексы, они выглядят только издалека красиво. Когда ты подходишь ближе, сплошное разочарование. Мы планировали, вернее, не планировали, а была мысль взять там у известного застройщика. Дом на стадии строительства был, хороший комплекс. Все нам по бюджету подходило, мы могли там себе позволить. Слава богу, мы не купили. Потому что вот это вот все деньги от продажи нашей квартиры мы бы вложили, мы бы жили в съемном жилье и ждали бы, пока завершится строительство. Ну, в общем, это такая была из серии «Пришла же в голову дичь». Потому что мы как раз проходили мимо комплекса, когда гуляли мимо комплекса, построенного этим же застройщиком. Я точно знаю, что дом был сдан год назад. И уже через год я смотрю на этот дом, и у него отваливается штукатурка конкретно. И я такая думаю, ну нет, я не хочу в таком доме жить. Хотя застройщик считается крутым, хорошим. И вот такого там много. То есть издалека восхищаешься, подходишь ближе, разочаровываешься. Вот это была главная такая идея, которая меня преследовала все наше путешествие по Турции. Абсолютно. Море то же самое. Издалека красиво, подходишь ближе, понимаешь, что купаться ты там не будешь. Как-то мы приехали, было жарко. Да, уже апрель наступил к тому времени. Мы приехали на море очередной раз. Гуляли, гуляли. Я говорю, я, наверное, искупаюсь. У нас были купальники с собой. Смотрю, народ вот сидит на море в небольших количествах, но не купается никто. Я не понимаю, в чем дело. И нам показывают там, смотрите, смотрите. Значит, мы подходим ближе, там медузы огромные. Море средиземное. Медузы очень-очень большие. Их откуда-то прибило штормом с Красного моря, что ли. Я не понимаю, в общем, как это может так быть. Но, в общем, кто-то нам рассказал, что из-за миграции медуза такая ситуация, что нельзя купаться. И эти медузы, они ядовитые. Здесь, в Болгарии, тоже были медузы, но они не ядовитые. В Черном море, типа, они нормальные. Тут купались мы все с медузами в перемешку. Ну, конечно, я их обходила на всякий случай. Море, кстати, в Болгарии намного чище. Мы приехали в порт. Ну, просто мы приехали погулять туда, где еще не были. Ну, вот, с одной стороны, вот такое великолепие. С другой стороны, вот такая жесть. Посмотрите, ужас. Просто жесть. Здесь прямо рыбу продают какую-то, но как-то ее даже есть не хочется. Ну, вообще, в Мерсине экология под большим вопросом, я считаю. Потому что машина покрывалась за несколько часов какой-то пылью в перемешку с песком полностью вся. И это очень мелкие такие частицы. Ну, понятно, что это в воздухе тоже летает. И вдаль смотришь, в любую сторону абсолютно, везде какой-то то ли туман, то ли дымка, то ли смока. Вот что-то такое непонятное. Работе в Турции все очень как-то непонятно. То есть я точно знаю, что там, если хотя бы у кого-то из твоих соседей, даже если эти соседи из твоей же страны или из бывшего СНГ, если у них хотя бы подозрение закроется о том, что ты работаешь нелегально, что-то делаешь там, они сразу же настучат. И депортационная служба приедет, заберет, отправит на пять лет запретить в Турцию въезжать. Там трудно с этим, предупреждают многие блогеры об этом, что трудно. Мы бы там тоже не смогли, несмотря на то, что мы из Евросоюза, у нас вообще никаких нет привилегий, мы бы не смогли там работать официально, неофициально, как угодно. В общем, никак. Единственное, был какой-то вариант у меня, что я думала, что Саша будет работать, например, где-нибудь за границей, ну, в каком-то другой стране Евросоюза, и приезжать просто ко мне. Ну, это тоже такое, знаете, не очень вариант. Все-таки семья и семья. Находясь в Турции, стала изучать Болгарию, потому что я поняла, что нет. Наверное, Турция слишком меня разочаровала сильно, чтобы рассматривать тут покупку жилья. Опять, благодаря Ютубу остановила свой выбор на одном застройщике, у которого были предложения и на мой бюджет. Я не стала распыляться, я именно поехала в этот комплекс. Все, мы заехали. Опять же, если бы мы летели на самолете, это не было бы возможно. На фоне вот этой турецкого всего этого, я поразилась, насколько нас классно тут встретили именно. То есть, что мне обещали по телефону, то мне и показали. Кстати, если хотите, могу у вас давать ваши контакты мне в личные сообщения, и вам перезвонят от этого же застройщика. Человек показывал нам квартиры. Буквально вот мы приехали вечером, нас поселили в апартаменты и сказали, что, значит, если вы просто будете здесь, ну, как переночуете там одну-две ночи, нам озвучили цену, которую нам нужно будет заплатить, она не была высокой. А если вы оставите депозит за какой-то из апартаментов, то вам не нужно будет платить ничего. Ну, вообще, такое суперпредложение. Квартира была очень классная. Очень все понравилось нам после нашего турецкого дешевого жилья, с которым нас накололи еще к тому же. Квартиры были абсолютно такие, знаете, запыленные все. То есть, видно было, что в них давно никто не был. Даже уборщица явно не на выставку, в общем. Очень радовало то, что понимаешь, заходишь в квартиру, понимаешь, что в ней не живет никто, ну, год как минимум, но при этом нету запаха сырости, запаха затклости. Вот это меня очень радовало. Напомню еще раз, мы были там в апреле. То есть, как раз зима была позади, и по идее все это, ну, можно было бы увидеть, если какие-то проблемы у квартиры. Тут понадобится ремонт, наверное, ну, вся мебель под замену 100% вообще. Но мне понравилось, когда вышла на балкон, мне очень понравилось, я поняла, что я дома, и все. И уже после того, когда я сказала, ну, что да, мы берем, он мне говорит, если хотите, мы можем вам убрать. Они так ее намыли, что я когда приехала, я ее не узнала, она сверкала вся, я поняла, что тут не надо никакой ремонт делать абсолютно, что я могу вещи свои... Единственная вещь, вот, предыдущих владельцев нужно было раздать. Кстати, посмотрите видео мое, я оставлю ссылку вам на то, как изменилась квартира, вот, когда нам ее показали первый раз, и как она изменилась, когда уже мы в ней только-только начинали жить. Посмотрите, интересное видео. Единственное, там первая половина снята вертикально, поскольку я снимала для себя, я тогда еще понятия не имела о том, что будут смотреть. Поэтому сейчас, когда мне там одна женщина написала, что я смотрю вот ребят из Эстонии, которые в Турцию переехали, и вот вас. Представьте, я, находясь в Латвии несколько месяцев назад, смотрела на людей, мне до них казалось, как до луны. Мне так это прям понравилось очень. Это интересно. Обязательно перейдите в описании под видео, я там оставлю ссылочки на то, как мы в Турции были. Вы его наверняка не видели. Но единственное, там, конечно, я монтировать тогда еще не умела, монтировал мой сын, ему в то время было 14 лет, так что вы уж не обессудьте, но видео довольно увлекательное. Побывайте в теплой Турции. Все-таки Турция учит двойным стандартам. Например, я приведу пример, у меня все аргументировано всегда. Когда мы уезжали, этот хозяин квартир, вот этого дома всего, он мне говорит, мы с ним общались через переводчик исключительно, потому что турецкий совершенно непонятный, хоть ты как его читай, хоть ты медленно, хоть быстро, ты не поймешь ничего, ни слова абсолютно. И, значит, он мне пишет в переводчике, не могли бы вы оставить о нас хороший отзыв на Airbnb, потому что для нас это очень важно. Можете нас там похвалить. И улыбается так мило мне. Я ему тоже улыбаюсь, с такой же милой улыбкой говорю. Конечно, я оставлю отзыв о вас там. Он говорит, только хороший, хороший я говорю. Я напишу правду. Все это я ему говорила с улыбкой. Я против него лично ничего не имела, но квартиры, которые сфотографированы у него в Airbnb, ничего общего не имеют с тем, что он предлагает. И я не буду врать. Ну, то есть, понимаете, я ему об этом говорила с улыбкой. Но это двойные стандарты, я считаю. Потому что, ну, либо человек тебя разводит, и ты прямо ему об этом заявляешь, и плохо к нему относишься, либо вы друг друга мило вот так вот. Он нас мило развел, я считаю. Я так и написала там. Отзыв у меня примерно так и звучал, что типа, ну, несоответствие. Ну, а в остальном, если не считать того, что торговались за каждую там вещи, если не торговались, нам даже казалось, что как-то они разочаровывались в нас. Мы купили мы там себе всего многое. Ну, в общем, было здорово. Мне понравилось. Но я уже свое мнение сказала. И за пару дней до отъезда мы познакомились с одной семьей. Вот. И жена работала тоже в агентстве недвижимости. И она ради интереса говорит, ну, а какой у вас бюджет? И, ну, я ей озвучила. Она говорит, ну, можно найти запросто. Нефтедже, по-моему, да. И я говорю, ну, нет. То есть, если бы мы с ними познакомились в первые дни нашего пребывания, то, да, конечно, я бы с руками и ногами хватилась бы за эту идею. Но поскольку это уже произошло вот в конце нашего пребывания, ну, совершенно по-другому все пошло. Если бы вдруг мы бы там остались, скорее всего, все эти трудности мы бы не выдержали. Думаю, что, наверное, пришлось бы нам все равно переезжать потом в какую-то другую страну. Не знаю. Я не знаю, как было бы. Я рада тому, что есть именно так, как есть. Продолжение следует. Продолжение следует...